всем привет сейчас я проведу небольшой видео обзор на дилерское диагностическое оборудование knorr brems рассмотрим базовый комплект для работы с полуприцепами с тормозной системой knorr затем поговорим о функционале и в конце видео подключимся к нашему стенду выполним диагностику погнали так выглядит базовый комплект knorr brems для работы с полуприцепами здесь у нас интерфейс оригинальный кабель для соединения с ноутбуком мы еще с ним используем второй камень это мог со для того чтобы мы могли соединяться через юсб порт затем кабель для соединения с полуприцепом перекидка все его по разному называют это у нас сторона вставляется полуприцеп это тягач и промежуточный кабель для соединения с прибором и перекидки касаемо функционала диагностика тесты параметрирования программирования мы на полуприцепы предоставляем полный уровень доступа по программированию то есть у нас есть файл лицензии pin который позволяет изменять тормозное усилие привязывать модуляторы и другие функции по программированию есть отдельно еще программа под тягачи у нее есть три уровня доступа на и green orange blue но сейчас мы пока рассматриваем комплект под полуприцеп они будем углубляться в тягачи должны понимать что по тягачи под грузовые автомобили своя программа идет под полуприцепы другая сейчас переместимся к стенду выполним диагностику посмотрите как выглядит программа и заодно я продемонстрирую что у нас действительно полный уровень доступа под прицепы переместились мы к нашему стенду для выполнения диагностики обычно мы на этом стенде проверяем оборудование перед отправкой клиенту mercedes дав ве команд скани окнор вапка перед тем как отправляем проверяем и отгружаем уже сейчас я все это дело соединю подключу и мы переместимся поближе к ноутбуку посмотрим программу как это все выглядит а пока я все соединю и и сейчас я включу питание и сейчас поближе к компьютеру давайте еще раз все покажу сейчас как соединил и перейдем компьютера к экрану питание есть здесь все соединили прошу обратить внимание что вот этот промежуточный кабель который идет от прибора перекидки нужно подключать к кабелю который выходит со стороны полуприцепа а то некоторые путают и подключаются к тому а потом заняты говорят станислав у нас ничего не работает или вообще забывают вот эту другую сторону обратно подключать тягачу у нас просто здесь на стенде все чуть-чуть по-другому собрано там питание сразу идет который по идее должно тягачаете в общем честно могу ошибаться так как я не диагноз но это не точно я могу ошибаться давайте перейдем к монитору и программе запустим программу выполним диагностику как ранее говорил покажу что у нас полный уровень доступа по программированию то есть пинами обновление у нас от 2022 года так идет считывание данных с блока управления блок у нас там модулятор пак на уровне свежий конечно стоит для проверки демонстрации этого достаточно вот он сочетал тут всю информацию можно даже идти показать ошибки детальное описание покажет она что-нибудь нет сейчас посмотрим да есть информация какая-то ладно не будем это пока углубляться сейчас нам нужно откатиться назад проверка компонентов системы скорости колеса и так далее сейчас я хочу зайти вот да сейчас он считает заново вот что говорит о том что у нас полный уровень доступа можно зайти вот вкладку торможения здесь изменение конфигурации здесь и значение мы можем изменить если бы у нас был не полный уровень доступа то здесь бы было доступно пару окон пару одно остальным и остальные бы мы не смогли изменить другого я тут вам конечно ничего не покажу я не профессиональный какой-то авто электрик все-таки у меня направление чуть другое но что-то могу вам рассказать и показать мне направление помогать клиентам оказывать техподдержку предоставлять им решение по автосканерам установки или обновлению программ это моя область область диагностики это чуть-чуть это этим другие люди занимаются пишите в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть что показать рассказать постараюсь собрать весь материал и что-нибудь следующий раз вам интересно записать если у вас есть вопросы также может вы хотите получить какую-то консультацию под этим видео я оставлю контакты по которым вы можете написать или позвонить как вам удобней и получить от нас обратную связь всем пока